Дмитрий Леонидов Дмитрий Леонидов, передаю вам микрофон. Вам эта штука не нужна? Пожалуйста. С днём рождения, Армель! Для меня сегодня, на самом деле, очень большая честь открывать это событие. И, знаете, я верю, что здесь сегодня собрались лидеры. Люди, которые решили изменить свою жизнь. И люди, которые решили изменить жизнь не только себе, но и жизнь. И здесь есть многих-многих людей вокруг себя. Кто здесь хочет изменить жизнь ещё кого-то, кроме своей? И, на самом деле, друзья, это очень здорово, что... Это очень здорово, что в своей жизни вы приняли решение взять ответственность. Вы приняли решение получить какое-то видение на свою жизнь. И, вы знаете, в том году, когда мы собирались... Кстати, я бы хотел спросить, а кто был на первом событии компании в том году? Можете руки поднять? Здесь плохо видно. Давайте поаплодируем. Это герои. Мы прошли целый год, и сегодня мы здесь. И в том году, когда у нас было событие, я тоже делился очень коротким посланием. И, честно говоря, я думал о том, о чём сегодня говорить. И несколько посланий внутри меня оборолось. Я думаю, что же говорить. Но, знаете, в итоге мысль у меня такая. Я всё-таки решил сделать некий анализ. И я уже делился этим анализом с некоторыми из вас. Вы слышали это. Я лишь хочу это повторить. Вы знаете, что я увидел очень важные качества в лидерах. И для меня за этот год эти качества, они засияли. И для меня эти качества стали некой проверкой, неким, знаете, экзаменом. И я увидел, что так важно в жизни лидера иметь правильный фундамент. Я увидел, что в жизни лидера иметь важный правильный характер. И, знаете, четыре слова, которые я сделал как анализ, как вывод для каждого лидера. И я уверен, что вы разделяете это же со мной. Но, знаете, первый момент, который очень важен, и то, что из чего вырастает лидер, это образование. Я убежден, глубоко убежден, что всем нам, которые приходят сегодня делать бизнес и в такой красивой компании, как Армель, я глубоко убежден, нам всем нужно с вами хорошее-хорошее образование. Кто с этим согласен? Я глубоко убежден, что те знания, которые сегодня вы начали получать, не знаю, сколько времени назад вы пришли, может быть, месяц назад, может быть, год уже назад. Я уверен, что те знания, которые сегодня вы получаете, они меняют ваше мышление. А если ваше мышление поменялось, согласитесь со мной, все вокруг вашей жизни начинает меняться. Образование, друзья, это такая важная характеристика, которую мы с вами, как лидеры, должны обретать. Но еще одно качество, которое я вывел, я считаю его тоже очень важным, это способность. Это навык, который мы с вами впервые, возможно, кто из вас впервые вообще занялся бизнесом в этом году? Может быть, вы занимались чем-то, но именно как бизнес вы развиваете впервые. Можно ваши руки увидеть? Давайте поаплодируем этим людям, потому что мы не делали себя очень качественно в вашей жизни. И, возможно, для вас это на сегодняшний день новая сфера, новые колья, вы никогда не ходили. Но тот навык, который вы обретете, за это время работы в компании Армель, он будет очень дорого стоить. Поэтому навык и способность, которые мы с вами обретаем за это время, это фундаментальная вещь для меня. И каждый лидер должен возрастать в своих способностях. Управлять, руководить, делегировать, правильно распоряжаться финансами, иметь хорошее видение, обретать мечту, менять свое мышление. Друзья, это то, что происходит с людьми в сетевой компании. Согласны со мной? Потому что, на самом деле, для меня сетевая индустрия стала большим-большим откровением. И большой неожиданностью. Я никогда не думал, что я буду сетевой компанией когда-либо. Я всем предложения отказывал, всем отказывал, кто знает меня. Но здесь я очень много открыл для себя потрясающих вещей. Еще один навык, который я для себя тоже поднимался, но очень важный, это верность. Я увидел, что когда мы верны, когда мы посвящены, только тогда мы сможем достичь больших и серьезных и долгосрочных результатов. Кто из вас здесь хочет достичь больших результатов на долгий, 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 долгий год? Друзья, я уверен, что вы хотите обеспечить не только будущее свое, будущее своих детей, но так много чего вы еще можете сделать, если вы построите хороший, серьезный, надежный бизнес в нашей компании. И именно посвящение, и именно верность, оно определит успех долгосрочный. Поэтому вы будете переживать, и скорее всего переживали уже трудные времена, и сталкивались с каким-то давлением, и что-то у кого-то не получалось. Но вы знаете, что лидер это человек, который, знаете, он задает себе вопрос. Знаете, вот как вырастает лидер? Лидер вырастает, когда он задает себе вопрос, почему это так? Вот когда рождается лидер, он начинает задавать вопрос, он видит, что что-то не устраивает его в жизни, что-то не получается. И он задает себе вопрос, почему это так? Вот откуда начинается рост? Вот откуда начинаются изменения? Что-то не так. Нужно что-то поменять в жизни. И в этот момент человек принимает важное решение. Когда вы приняли это решение, будьте верны моему решению. Если у вас что-то не получается сегодня, просто не отпускайте рук. Просто продолжайте делать. Просто делайте это. Будьте верны компании, будьте верны идее бизнеса, будьте просто верны людьми. Я видел, что это очень важное фундаментальное качество в жизни лидера, который будет долго-долго иметь хороший результат. Дальше для меня тоже стало очень важным, и я стал полагающим моментом, это воспитание. Друзья, я глубоко убежден, что лидеры должны быть воспитанными людьми. Кто со мной согласен? Воспитанными людьми. А лидеры с этими компаниями – это воспитанные лидеры. Это лидеры, у которых есть стандарты, у которых есть мораль, у которых есть правильный взгляд на жизнь. Это не просто лидеры, которые топчут ногами и живут просто как хотят жить. Но лидер – это большая ответственность. Кто со мной согласен, что лидер – это ответственность? Когда вы ведете за собой кого-то, люди смотрят на вас. Да, вы знаете, знаете, люди смотрят, и они делают выводы, и они что-то говорят, и они что-то думают. Поэтому мы с вами, как лидеры, всегда должны показать хороший пример. Не только нашими чеками, но нашими поступками, нашим мышлением, нашим отношением ко всему. Согласны? Да. Друзья, и я увидел, что, знаете, вот эти первые два пункта, которые я назвал «образование» и которые я назвал «способность», это вещи, которые вас толкают вперед. Это вещи, которые как движок, они вас толкают вперед. Образование и способность толкают вас вперед. И оно поднимает вас куда? Наверх. И вы получаете там то, чего вы хотели. Но что важно – зафиксироваться там. Да? Что важно – остаться там наверху. И верность, и воспитанность поможет нам с вами зафиксировать наш результат на долгие-долгие годы. Для меня лично это очень важные качества. И я убежден, что мы с вами должны транслировать эти качества и свои структуры, воспитывать людей, поднимать их, ободрять их, вдохновлять их и вести их хорошим результатом. Чтобы нам не было стыдно за прожитые годы. Согласны со мной? Да. Спасибо вам, дорогие. И мое послание вот такое короткое было. Но я бы хотел сказать напоследок, что я уверен, что именно вот эти качества, они действительно сегодня поднимают такое, знаете, сгусток людей, которые делают выдающиеся результаты сегодня в нашей компании. Именно эти качества, способность, образование, воспитание и верность, они сегодня поднимают людей на самые высокие-высокие вершины. Вот. Поэтому давайте, друзья, все будем подниматься вместе, будем достигать высоких результатов. Спасибо за внимание. И я хочу передать микрофон нашему ведущему. Подождите, я взял уже микрофон, потому что я вот послушал на тех моментах, которые...